всем приветики ну вот и прибыл ко мне мой новый мониторчик значит спал я себе мирно на этой кроватке кстати вот пару минут назад минут 5-10 тут вдруг мне звонят и говорят они хотите ли вы выйти и забрать то что мы вам привезли я говорю конечно же хочу и вышел вот он мой монитор новый приехал такая упаковочка вайф соник и и 2456 мошаде full hd лет black black light дисплей так но этот побольше немножко чем мой тот который у меня сейчас у него 23 и 6 IPS матрица из-за этого я и хотел взять так что еще у нас есть с этой стороны сбоку что у нас тут пишется вайф соник так контент монитор видеокабель аудиокабель кабель питания инструкция но дальше уже характеристики размер вес модель чайна а это уже то же самое только на других языках да вайф соник корпорейшн так мы здесь я ничего не понимаю конечно же но что там написано здесь такие типа какие-то птички интересные попугайщики наверное я не знаю может быть и нет вайф соник так здесь что информация по транспортировке наверно да что такое я тоже не знаю у его уже где-то зацепили коробку главное чтобы он там не был это подпорченный потому что так если он там подпорченный то тогда что то тогда что но если где-то цепанули то тогда возможно может быть такое что что может быть такое что будут битые пиксели или засвета на что такое там типа так а это оттуда они доставляют ничего себе вот так по заклеивали что ничего не видно здесь какие-то же должны быть еще ну наверное здесь не сильно важно да наверное да снизу что у нас ничего ну и в принципе все можно распаковывать кстати его получается и сделали не так давно я только что перевернул чтобы открывать смотрю а здесь 29 месяц 19 года 4 числа то есть получается 4 сентября его сделали модель чайна 4 сентября 19 года то есть это всего лишь четыре месяца назад вы сделали ничего себе так здесь такая вот наклеечка white sonic ее мы сейчас разрежем так если монета будет так стоп надо немножко запаузить это он них не слушает но в общем все и разрезал открывают эти штуки так стоять как оно так интересно сделано внутри какие то что просто штрих-коды для чего они нужны непонятно открываем оба вот она здесь что-то лежит так может отсюда начнем это что такое это ножка да ножка за которую крепится так это у нас пакетик в котором что у ее этом что вообще длинная такая ножка лежала в котором лежала ножка так и она крепится видимо к монитору так вот она железная кстати а это стоит видимо ну я так понимаю по логике должно быть так по идее так а тут что так надо открыть в общем такой пакетик в котором лежала это все лежала это что такое типа человек лежащий на подушке что задушился а это детенок типа кабеля можно типа опасен может быть да ну круто то что здесь кабель идет в комплекте то есть у меня такого кабеля для моего монитора который у меня уже есть не было в комплекте то есть мне приходилось отдельно докупать а здесь вот он лежит то есть один кабель в монитор второй в компьютер и будут играть колонки на мониторе это круто то что есть такой кабель в комплекте но еще лежит в комплекте инструкция вот она инструкция получается здесь что написано где тут было руководству краткое руководство по началу работы дальше идут какие-то адреса не особо нам нужны так это все здесь даже русского и нету насколько я вижу нету едем дальше нету русского это украинские там где русские какие-то символы поворачиваем и видим что видим что она закрылась мы расстраиваемся потому что надо открывать но тут уже видно что так какая-то сборка процесс сборки инструкция а 1b то есть что надо тут делать вставить в монитору вот эту палочку предварительно палочку то есть вот начинаете с этого эту палочку которую мы там нашли до ставить сюда там что-то закрепить сзади и вставить в монитор так кабель 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 что нас по кабелю и как подсоединяется это у нас 9 этаж дима это дисплей порт это аудио порт и здесь показано у кого что есть у нашего есть все у кого-то дисплея порта нету вот она здесь что соответствует требование по связи какой-то что-то такое декларация но это нам особо не надо что же русского нету здесь не это что-то не то здесь тоже нету ничего похожего на русский тоже ничего нету вот он русский по сети раздел загрузить страницы с описанием данного монитора чтобы загрузить драйверы для своего монитора обязательно зарегистрируйте митровой самик просто зарегистрировать снова в сайте с эмерики вы не щелкните поддержка на главной странице и все то здесь просто пишет о том что нужно зарегистрироваться о том как его собрать ничего не пишет да типа вот себе инструкция в картинках здесь все понятно дальше на разных языках закона связи какой-то ну в общем по сути там ничего интересного нету то есть инструкция она визуальная больше чем собрать все остальное это так а и драйвера драйвера комплекте не идут получается нужно перейти на страницу загрузки и здесь тоже особо ничего такого интересного нету так что в принципе принципе но по сути инструкция бесполезная здесь какие-то адреса это все на разных языках соответствия не требованиям всяким единственное что испишется то что нужно загрузить драйвера на странице сайта и то что собрать то есть инструкция могла бы выглядеть вот так вот этот листик и вот это вот и под ним вот это вот это листик и под ним помогу чуть ли не и поднимут это вот надпись все по сути вся инструкция вот далеко прятать не буду вдруг я забуду как собирать так что там еще было так моник не падай не надо моник не падай не надо моник не надо блин он все равно падает так ну а кави 2 который мы достали это вот типа для розетки вот он штекер и это в монитор то есть блок питание уже встроен в монитор есть такие кабеля он внешне идет типа блок и в монитор вставляется типа такое вот как там это вот такое вот его вставляется моник но тут он ну то есть внешне получается это внутренний блок питания и там еще что-то было такой так цели а это уже в комплекте идет для вага кабель для вага но у меня на компьютере даже по-моему вага разъема нету 9 hdmi и дисплей порт а вага мне даже нету но хорошо здесь есть вообще кабель правда старенький уже не душу вы здесь hdmi нажал ну ладно или 2 хотя бы хотя это самое основное наверное кабель так в общем вот он наш комплект кабель для розетки кабель для монитора правда старый кабель для дамы для монитора видеокарты так это для монитора и аудио карты и инструкция до инструкция и ножка пока что у нас есть остальное надо доставать так но я так не достану это надо переворачивать час не так вот мы перевернули а дальше а дальше не ничего не получается сейчас тогда так коробки уже ничего она нам пока что не нужно а вот он наш монитор а а вон кстати еще выпало отсюда выпало штука то есть он прикольно здесь еще эта ножка лежал то здесь все так расположено было вот она эта ножка на которой нужно стоять чё здесь такой чувак нарисован типа сам себя задавливающий что это за прикол так такая вот ножка до а сзади ну штуку поцарапана какой-то она точно новая считана какой-то хотя заклеена же было типа какие-то на здесь наклейка есть по кругу вот он наклейка типа что он не царапался здесь почему-то он каких наклеек нет поцарапана я это там висит бахрома а здесь у нас что ножки такие прорезиненные чтобы она не скользила на столе дальше такое вот все и тут так так а то есть мы можем руками без отвертки крутить можно отвертка можно руками за эту штучку крутить то удобно кстати а что написано оно такое яркое что прямо как ни крути ну там короче какие-то коды я хотел бы их показать но я не могу в принципе зачем да в общем вот она ножка и мы должны состыковать будем так ну и сам монитор вот монитор здесь просто такое ровное а здесь все лежало поднимаем пенопластик и вот он монитор кстати а что это такое просто обычная вот эта вот штучка так сейчас надо было бы как-то аккуратненько наверное наверное да так я что-то боюсь не уронить был но по идее между двух пенопластин он должен был хорошо быть упакован по идее плюс он еще в коробочке лежал сейчас посмотрим не но честно говоря вот что это за полоса такая с этой стороны прямо на всю эту на эту штуку такую хотя здесь все целенькое да стороны все целенькое но мне не нравится в данный момент то что здесь ничего не выпирает вот как с этой стороны все выбирает прямо здесь даже если чем-то стукнуть да вот здесь была картонка если чем-то стукнуть ничего не станет как бы а с этой стороны где экран здесь прямо такая тоненькая вот она вообще там миллиметрик там просто миллиметрик если чем-то стукнуть и она мне кажется она может немножко повлиять как бы лучше бы здесь было бы не знают сантиметр хотя бы чтобы картонка хотя продавилась не дошла у до этого момента так она сразу получается стукнуть хотя здесь миллиметрик да вот миллиметрик и внутри еще сколько миллиметрик а сколько три наверно вот это может еще трошки спасет но не видно чтобы здесь где-то было что-то продавлено так что в принципе нормально наверно да ну а теперь мы еще снимем эту штуку хотя тут так стоп 4 подлагивает хотя тут собственно то и снимать-то нечего так так ну в общем снял я как это называется штуку мешочек и блин он так круто выглядит на самом деле реально круто на мешочке тоже почему-то нарисовано человек который сам себя душит лежит в кровати и сам себя душит я не знаю что это значит чего что это за значок ну понятно дети нельзя детям давать этим вообще ничего нельзя давать ну это в принципе так оно и есть а что за человечек все и наконец понял внимание полиэтиленовые пакеты могут передоставлять опасность во избежание несчастных случаев что храев храните этот пакет в недоступном для детей месте случаев храев и типа вот это у человека на голове пакет типа он надел и задохнулся гениально это чувак гениальный если он так сам сделал то в принципе не страшная потеря так в общем что он выглядит очень круто то есть вот ты когда достаешь первое что ты видишь это вот такая вот типа такой экран и фокус такой экран экран и здесь такие типа отверстия просто сверху она плохо видно в данный момент глазу вот глазу реально получается такой вещь красивый блестящий экран главное без рамочек такой вот он идет здесь снизу рамочка идет такая вайф sonic здесь вот они кнопочки такие типа и дальше вот она миллиметровая рамочка всего лишь миллиметровая рамочка то есть ты а у меня сейчас он с рамками я сейчас достаю он такой без рамок то есть по краям всего лишь миллиметрик то его достаешь впечатление более не знаком так выглядит как тачка реально здесь никаких рамок такая тоненькая тоненькая полосочка сам такой монитор большой красивый и снизу но здесь не видно лично там но вообще глазом глазом ты смотришь и здесь такие прорези как бы ты смотришь ну блин она так красиво смотрится как бы это показать так что видно было свет слишком далеко просто вот и смотришь так вот так и у тебя такие вот прорези и она так лежит вот первое такое впечатление такие прорези такой экран блин как-то тачка какая-то как я не знаю как lamborghini какой-то есть какие такие две типа турбины по бокам и со само такое покрытие такое ты типа сейчас такой стартанешь блин круто реально так но вообще вообще вот монитор поверхность матовая то есть если посмотреть вот на свет то есть взять если фонарик допустим да ну даже видно вот она как бы рука хотя приблизить вблизи вот рука если вблизи то она как бы расплывчатая то есть не глянцевая поверхность а матовая то есть она не четко и если взять не знакомый фонарик так как где фокус на если фонарик взять какой-то посвятить это у нас ну вот она видно что светится именно не лампа не лампой таким а ну таким то есть глянец он бы сейчас отражал полностью свет а матовый он отражает ну видно что оно такое вот размытая то есть поверхность все-таки матовая хотя я спрашивал именно на сайте не было написано на сайте вайсоник ком но получается вайсоник ком это официальная версия сайта на нем написано что вообще про экран че написано я зашел там у них есть вк вк спросил какая глянцевая такой думаю ну глянцевая плохо получается ты сидишь да блин чё фокус то улетает постоянно алло ты сидишь и получается вот я сейчас не вижу себя она глянцевая бы видел себя как в зеркале получается бы а сейчас вот рука когда когда очень близко вот палец что-то видно а дальше он видно рука такая вот она рука вот она там она уже почти что не видно чем дальше тем не виднее матовая и вот на русской версии на официальном сайте в русской версии официального сайта про экран ничего вообще не написано спросил сказали глянцевая зашел на английскую версию сайта и там уже пишет что экран матовый антибликовый но блики все равно какие то есть но они прям не истепят глаза потому что он не глянцевый если глянцевый то это было бы как все но был лампой в лицо бы вам светили но она бы прямо отражала бы лампу вот как здесь вот лампа она просто ну блик идет хотя написанцы бликвей на блики то есть так что в принципе я не знаю как сравнить я могу в принципе со своим старым сравнить но это потом попозже такси что у нас пишется цвета вот такие вот да больше блин у меня уже рука прямо колотит мою руку она уже устала снимать в соник энергии при мне рука прямо что колотит что с моей рукой 24 вата так все сантиметров тогда долго я нахожусь на этом экране с вами вам уже наверно доела и принципе мы можем переместиться только мне надо сделать паузу потому что одной рукой я боюсь уронить сзади написано в соник это мы его уже подняли сверху какие-то вентиляционные отверстия идут такие вот самым по себе ну так не сильно большой тут если по сравнению с пальцем такое не сильно большое а это это так здесь крепление для того чтобы на стену повесить но как мы видели в комплекте она не идет хотя со старым монитором шло моим который сейчас у меня стоит монитор с ним было было в комплекте такое крепление но в этом нету в соник модель такая-то сюда ножка прикрепляется здесь что-то написано что здесь написано в соник такая-то модель так а русский модель цифра так еще такое непонятно а сделано в китае да что еще ничего да ну да так жк дисплей монитор так производство дата серийный номер так надо бы показать вам порты так я не знаю можно ли его на кровать ложить нельзя или не надо лучше не надо да в общем здесь идет подключается сюда кабель и там уже блок питания встроенный в розетку потом здесь какие-то тоже вентиляционные отверстия потом что еще здесь тоже какие-то вентиляционные это дисплей порт я так понимаю так наверно лучше всего перевернуть было бы его обратной стороной ну вот в общем его перевернули и здесь я не знаю для чего-то замочек нарисован а что внутри для чего замочек ну типа что это такое что уже внутри ничего нету но счет нарисован замочек и дырочка такая и не знаю для чего это надо но здесь вот он это для для сети она здесь и нарисована дать повод питания там здесь что нарисовано дп дисплей порт вот он так выглядит у меня на системнике ой на видеокарте такой есть потом hdmi порт вот у меня тоже такой по hdmi и вот самый приоритетный вариант у меня сейчас hdmi кабель есть вга вот он в комплекте который идет правда у меня нам на видеокарте даже нет такого разъема потому что наушники то есть сюда ты подключиться сюда ты вставаешь кабель который идет в комплекте для звука и в компьютер для звука а сюда ты можешь уже наушники подключить то есть прикольно ты можешь наушники от мониторов но как бы использовать мы все собственно остается только его собрать этого красавца такого замечательного когда вот светит лампа не знает камера как фокусироваться да ну сейчас я соберу это все ну а сборку чего начнем вот эту на штуку вставить я так понимаю сюда она а дальше болтиком закрутить зажать и здесь типа поставка какая пластмассовая да а вот эта штука металлическая правда блин а вот оно так вот вот сейчас я покажу какая-то странно как это странно выглядит то есть мы вставляем так одной рукой у меня наверно это не получится сделать поэтому я поставлю на паузу ну в общем я собрал это было очень сложно здесь такая штука что ты вставляешь железяку сюда начинаешь опускать вот здесь она не опускается и нужно как-то так что вот эти две не попадает а потом это красопа и ну то есть я так еще помучился минуты две наверно потом вот эту штуку закручиваем кстати она длинная вот если раскрутить прям вообще он какой длинный длиннющий это все туда вставляется и типа закручивается вот но я не знаю как то оно все действительно как там писали в отзывах что слишком хлипкая выглядит ножка я с этим согласен потому что слишком какая-то она вот такая тоненькая на такой монитор такая ножка блин вот и вот она будет держать вот такую бандуру будет держать так вот маленькая ножка мне даже за нее как-то страшно а выдержит о циферке стали видны а были не видны и даже не страшновато так не опускать о все по идее нормально а теперь надо что монитор на эту штуку одеть да ну попробуем но если следовать инструкции то нам говорят что нужно просто вставить он просто вставить туда такой чик поэтому мы берем вставляю так как это как это все ну да ну типа дальше не идет все наверно а ну все я уже достать не могу я вот тяну не так а чтобы достать надо нажать эту кнопочку видимо да да все и он начинает доставаться вот здесь кнопочка нажимаешь а так вот она а нет она полностью залазит да то она торчала вот все вот так должно быть а нужно полностью зайти и спрятаться там ну а теперь по идее мы можем поставить его на ножку ну вот в принципе монитор стоит на ножке чем когда на монитор наводишься сразу фокус такой в космос улетает ва но фокус хорошо что моментальный в общем вот он монитор стоит уже на ножке такая маленькая ножка и на ней стоит такой огромнейший монитор вообще смотрится крутоцкий реально такой тоненький прямо вот